Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Что-то подумалось мне, в последнее время на канале очень много мяса, надо хоть иногда разнообразить как-то стол. Поэтому сегодня будут макароны с грибами, с томатами. А что, хоть и не быстро, зато очень вкусно. Для начала вам придется, именно вам, не мне. Так вот, вам придется дождаться урожая помидор. Выбрать самые красивые, аккуратненькие такие, без гнили. Нарезать их на четвертинки, слегка присолить. Можно сбрызнуть оливковым маслом и отправить в духовку. Температура 80-100 градусов под вентилятор в духовку. Приоткрыть дверцу духовки и подождать часов 6-8. Зависит от размера томатов. А когда завялится, переложить их в банку и залить горячим оливковым маслом. Можно и травок добавить, и чеснока. И убрать до лучших времен. И только когда придут эти самые лучшие времена, достать из окромов баночку вот этих замечательных завяленных томатов. Озаботить свежей зеленью. У меня базилик и несколько перышек зеленого лука. Раздобыть грибы. Достать зубчик чеснока и пасту. Того формата, что вам нравится. Мне нравятся вот такие тибурончики. Хорошо бы еще кусманчик с сенсионного сырика. Но у меня его нет, так что обойдемся без него. Почему я затеял съемку этого ролика? Ну, кроме того, чтобы разнообразить местные рецепты. Да потому что, как мне кажется, сочетание грибов, вяленых томатов и макарошек очень такое нестандартное. И я думаю, вам это будет интересно. К тому же, те из вас, кто это попробует, наверняка вдохновится итальянской кухней. Грибы нарежу на четвертинки покрупнее. Да, и к тому же сегодняшний рецепт это ответ на очень частый вопрос. Спасибо, томаты завярил. Завярила очень вкусно. А куда их еще можно использовать? Еще их можно, кто мог подумать, просто съесть. Грибы надо подрумянить на растительном масле. Я взял оливковое, именно то, в котором хранились томаты. Оно очень ароматное, пропиталось именно этим вкусом помидор. Красота! И отправлю грибы обжариваться. Сначала огонь можно сделать чуть посильнее, а потом, когда грибы дадут сок, и сок начнет выкипать. Надо будет убавить. И помешивать, конечно, тоже надо. Томаты нарежу небольшими кусочками. Они по вкусу очень яркие, поэтому достаточно такого маленького кусочка в ложке, чтобы проникнуться вкусом. Эти кусочки скорее приправа, чем источник углеводов в блюде. Да, нагрев под грибами уже можно убавить. И помидорки отправляются сюда же. От тепла они еще больше раскроют свой вкус и аромат. Супер! Кстати, воду для пасты уже можно греть. Еще грибам стоит отправить один зубчик чеснока. Порубить его, вот как-то так. И отправить. И перемешать. Но спешить, конечно, с закладкой не надо. Может сгореть. Так, вода кипит. Посолить. И отправить вариться пасту. Как говорят итальянцы, она должна танцевать в кипятке. Ну, то есть кипение должно быть достаточно сильное. Томаты у меня настаивались пересыпанным базиликом и орегано. Я думаю, можно еще немного базилика сюда сыпануть. Что касается степени обжарки грибов. Да, конечно, если их жарить сильно, да коричневые, тогда в них вкус сконцентрируется и станет очень яркий, мощный такой. Но в этом блюде, в сегодняшнем, уже есть яркий, мощный вкус концентрированных томатов. И я думаю, что если их смешать, то грибы и томаты начнут конкурировать между собой, спорить. Поэтому я на свой вкус сегодня обжариваю грибы недолго, минут 15-20. То есть будет яркий вкус томатов и такой легкий, деликатный вкус грибов. Мне кажется, это будет хорошо. Лады сразу отберу для регулирования густоты соуса. И можно сливать. И к грибам это все. И перемешать. Очень важно пасту варить до состояния аль денте, то есть на зубок. Ну, то есть не доваривать. Тогда она сможет впитать в себя часть соуса. Видите, загустевает на глазах. И можно добавить той водички, в которой макароны варились. Вот если вы сначала сварите полностью пасту до мягкости, а потом вывалите в соус, то она впитать себя ничего не сможет. То есть то место, которое могло быть заполнено соусом после варки, будет заполнено водой. Собственно, все готово. Можно хватать вилки. Чуть не забыл про травки. Перышко зеленого лука и базилик. Красота! Ну, как видите, если вы не стрекоза, которая в лето красное пропела, то готовится все очень быстро. Ай, ну давайте мы уже попробуем. Я попробую, а вы пооблизывайтесь. Так, грибочек. Грибочек. И макарошка. И сразу помидорку. Это очень необычное, очень яркое сочетание. Грибы такие, как слегка-слегка припущенная морковь, похрумтывают. Так, хрум-хрум. Такие классная консистенция с легким ароматом гриба. При этом очень чувствуется хорошо базилик и сухой, который я добавлял, и вот этот свежий. Очень ароматно. Грибочек, томаты вообще чудо. Слушайте, мировая штука. А уж если вы разобудете какой-нибудь пармезанчик или пекорина романа, ну, твердый ароматный сыр, немного приправите сверху, будет вообще бомба. Но даже и без них это выше всяческих похвал. Так что готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо тем, кто ставит лайки, кто ставит дизлайки, кто делает репосты. Вообще, огромное спасибо. Отдельная благодарность спонсору Самури за предоставленные ножи и за спонсорскую поддержку. Вам за компанию. Всем пока.